Добрый день, на канале 24 Ньюс, программа «Регион и мы». Сегодня у нас в гостях Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Господин Искандарян, здравствуйте, спасибо большое, что приняли наше приглашение. Добрый день. Несмотря на то, что Армения и Россия, или власти Армении и России так обменялись какими-то упреками, президент России Владимир Путин в последних своих двух выступлениях, это в Алдае и это в Бишкеке, как-то лестно начал обозваться пашиняне. То есть, что это означает? Началось какое-то теплое отношение и те проблемы, которые есть между Ереваном и Москвой, начинают решаться? Я бы вообще не стал бы так персонифицировать политику. Я, конечно, думаю, что вряд ли человек типа Путина должен очень сильно, не знаю, любить или испытывать очень сильную приязнь к людям, которые пришли к власти таким способом, которым пришел к власти Пашинян. То есть, из улицы или посредством? Ну да, революции с улицы, цветной революции, как это в России, да, все это называют и понимают, каким образом. Но я не думаю, что вообще в этом смысле руководствуется Кремль вот этими личными чувствами по отношению к людям. Я вообще думаю, что даже теоретически руководитель России к руководителям государств постсоветского пространства очень хорошо относиться в принципе не может. Я извиняюсь, пожалуйста, что прерываю. Я не имею в виду, что лично Путин там испытывает какие-то теплые чувства к Пашиняну. Я имею в виду, что говорит наша оппозиция, которая в принципе пророссийская. Говорят, что Пашин это предатель, Пашин это человек, который сдал Карабах, Пашин сделал то, Пашин сделал все. А сейчас Путин говорит, что Пашин не сдавал Карабах, что его не привели к власти специально, что то, что они ратифицировали римский статут, это не означает, что я не приеду в Армению. Ну, времена сейчас немножко не такие, пусть все уляжется, потом уже... Так это совершенно другой вопрос. Это вопрос о том, как это оценивают во внутриполитической жизни Армении оппозиция. То есть, когда я говорю, что отношения Пута... Понимаете, ну, очень маленький секрет, который знаю только я и Поли Шинель, что у Путина с Лукашенко отвратительные личные отношения. У Путина с Назарбаева было довольно много, мягко говоря, сложностей. А как господин Путин относится к кыргызскому руководству? А какие претензии мы видели? Я полагаю, что я догадываюсь. А какие претензии мы видели в случае Таджикистана, таджикского лидера в сторону России? И так далее. То есть, но... Паширян, Паширян, Армения, Армения. Вот в Кремле это всегда на самом деле умели разделять. И в этом смысле вот эти все перипетии, высказываний всего того. Я понимаю, вы журналист, да? Понятно. То, что в открытый эфир вырывается. Это все некоторые формы белого шума. Взаимоотношения с Арменией гораздо более серьезная штука, которая проявляет себя в виде, например, ликвидации Карабаха, отсутствия России, реальное отсутствие России во время войны 20-го года. Взаимоотношения России с ОДКБ, взаимоотношения ОДКБ вообще со всеми постсоветскими пространами. Очевидно, ОДКБ не исполняет свои роли, которые, казалось бы, должны исполнять. Ну и так далее. Тут это гораздо более серьезная вещь, чем просто взаимоотношения людей. Может быть, они друг друга очень сильно не любят, даже, скорее всего, так. Но я не думаю, что это прямое имеет отношение к тому, о чем мы говорим. Теперь к нашей оппозиции. И к тому, что происходит на внутреннем рынке. Ну, представьте себе на секунду, что наша власть была бы совершенно целиком по уши прорусская. Но тогда оппозиция была бы прозападная. Это характеризует армянский внутриполитический расклад, а не реальное отношение к той ситуации вокруг, которая есть. Понятно, что ни Запад, ни Россия не могут, не хотят. В политике-то одно и то же, на самом деле. Решать наши проблемы вместо нас. А мы сейчас вместо нас решить эти проблемы тоже не можем. Но те силы, которые есть внутри, ну, они попороли свои, они должны друг друга обвинять. Ну, вот они и обвиняют. А говорить о том, что есть какая-то там динамика, что теперь Россия относится к Армении лучше, нет, я бы не сказал. Я вижу это потому, что происходит в реальной политике. И Армения, кстати, к России относится лучше или хуже. Это тоже зависит от того, что происходит в области реальных политических взаимоотношений, а не то, кто что, где улыбнулся и где, наоборот, рявкнул. Кроме того, доброго и злого полицейского еще никто не обвинял. Я помню, как это произошло на Валдае. В России сказали, что это будет крайне вражеским шагом, если Армения ратифицирует римский статут. В Армении ратифицировали римский статут. Потом сказали, что сейчас начнутся какие-то там, не знаю, санкции в отношении Армении. Здесь уже начали заговорить о том, что газ будет подорожать. Но это ничего не случилось после того, как ратифицировали этот самый римский статут. Я имею в виду, что, может, все-таки в России сейчас не хотят очень нагнетать отношения с армянским руководством. И поэтому делают какие-то реверансы. А зачем нагнетать отношения с армянским руководством? Чтобы что? Чтобы мстить? А за что мстить? Нет, я не думаю, что есть какие-то... Я вообще думаю, что идея о том, что когда Путин утром просыпается, первое, что он делает, он зажигает лампочку над картой Армении. Эта идея не совсем верна. Он над другой картой, между прочим, лампочку зажигает. И то, что... Да, конечно, и то, что... Ну, метафора, понятно, но центром внимания России Южный Кавказ не является. Поэтому, ну, как-то живем и слава Богу. А как-то это все существует, ну, и Бог с ней, римский статут. Ну, понятно, что... Вы понимаете, все обсуждаемые в прессе, опять-таки, извиняюсь, перед вами, как перед журналистом. Ну, не перед вами, а перед всей корпорацией. Все обсуждаемые в прессе вот эти важные события в российско-армянских отношениях... А они не являются важными? ...никакими важными событиями они не являлись и не являются. А что является важным? Учения, которые проводились, это же, ну, буря в стакане воды. Ну, несколько десятков человек с американцами координировали действия во время миротворческих операций. Но это не мы, журналисты все это сделали? Конечно. Были какие-то сигналы из Москвы? Конечно. Нет, нет, я не обвиняю только журналистов. Ладно, забираю свои слова обратно. Это все информационная война, которая может идти на поверхность. Да, это все вот верхняя часть. Память, прямой вопрос. Россия уходит из Южного Кавказа? Россия ушла из Южного Кавказа. Уже? Это процесс. То есть, то, что будет происходить еще, будет происходить довольно долго. Впереди у нас выход российских войск, миротворцев. Я даже не знаю, как их теперь называть. Из Азербайджана. Давайте называть вещи своими именами. Сейчас они находятся на территории Азербайджана, потому что Карабаха уже нет. Армянского. Сколько я это непрестерно случаю? Ну, это теперь так. Ну, что ж, моя задача говорить, оценивать реальность на территории. Они стоят между азербайджанцами и азербайджанцами, у них нет функций. И 40 армян. Так что все, ну, 40 армян, да. Все впереди. Извиняюсь, 30 тысяч и 40 армян. Шучу. Значит, дальше будет какое-то понижение взаимодействия Армении и России. Дело в том, что способом присутствия России на Южном Кавказе в стратегическом смысле был Карабахский конфликт. Россия вообще везде, не только у нас, на постсоветском пространстве. Она присутствует в двух ипостасях. Первая ипостась – это поставки энергоносителей, цены на энергоносители, газ. Газ нефть, да. В случае азербайджана это не работает, у них свое есть, в случае Армении и работает, конечно. И второе, точнее, первое – это безопасность. То, что связано с безопасностью, явно, ну, мягко говоря, очень сильно понизилось, вот эта вот планка, на которой находилось влияние России. И то, что мы сейчас видим, это результат этого. Этот процесс начался во время войны 20-го года. Ладно, господинец, если Россия уже здесь с Южного Кавказа, тогда объясните мне, пожалуйста, следующую вещь. Когда оппозиция, Ереванская, опять-таки, мы возвращаемся в свое такое маленькое, да? Нет, это очень важно, почему маленькое, да? Когда наша оппозиция митингует на площади, Пашинян и вообще власти заявляют, что, мол, эти люди хотят сделать губернию из нашей стороны, что мы борцы за независимость, а губерния – это, ну, понятно, что они имеют в виду Россию именно, то есть пророссийские какие-то структуры. Если Россия уходит из Южного Кавказа, то тогда зачем все время обвинять людей, которые митингуют, в том, что они в сговоре с Россией? Господи, Боже мой, ну, потому что людей, которые митингуют против тебя, надо обвинять. Их надо обвинять, ну, конечно, надо, но это политическое противостояние. Обвинять их надо в чем-нибудь. У нас существует два типа обвинения, если говорить о власти по отношению к... Два типа обвинения. Одно – это то, что они старые, предыдущие, да, то есть они из прошлого, нахкидер, они пришли из прошлого. Ну, они уже пять лет пришли из прошлого, да, и обвинять. Ну, можно, конечно, еще сто лет обвинять, но, в общем, это тоже уже... Бурбоны. Бурбоны, да, конечно. Не, ну, я помню, я старый же, я рос в Советском Союзе, и там все сравнивали с 2013 годом. Спустя уже 60-70 лет после этого самого 2013 года. Так вот, и второе – это можно обвинять в том, что они хотят сделать из нас... Говорят, что такое, почему губернию, между прочим, тоже у меня специалисты по России 19 века. Какая губерния? Нет в России никаких губерний. Ну, все, уезды сказали. И уезды в область тогда, да, когда летели там край. Не, неважно. Шутки шутками, но это способ обвинений. Это способ обвинять друг друга. Точно так же, когда со стороны оппозиции обвиняют, тоже произносят слова типа «сорос». Ну, вот, вот, все закончилось в этом мире, все виноваты, а остался этот вот дедушка, который из своей постели старческо управляет миром. Процесс демонизации, да? Это демонизация, да. И это, между прочим, работает... Вот смотрите, это вообще интересная тема, просто долго и не сейчас, но в двух словах скажу. Это называется постколониальный синдром. Он есть во всех постсоветских странах. Мы совершенно не уникальны. Ладно, там Украина, Балтия, все понятно, Грузия, окей. Он есть в Белоруссии, он есть в Азербайджане, антироссийские вот эти вот настроения. В Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане, везде. Он в самой России есть. Те люди, которые относятся к российскому режиму, соответствующему, ну, не к России в целом, но к российскому режиму. Они вот у нас по Ивану сейчас ходят. Вот, соответственно, релаканты, да. Соответственно, многие из них. Соответственно, это вообще общий фон. Но он там в Грузии появился несколько раньше. А у нас сейчас он растет. Вот это показывают социологические опросы, и это видно. Да. А если он растущий тренд, то грех им не воспользоваться политикам. Мы видим это заявление. Сбросы в информационную, ну, бредовые сбросы в информационное поле. Что же сейчас здесь находятся 12 тысяч вагнеровцев, которые хотят... Вы помните же такую публикацию? Что они хотят поменять здесь власть в стране, и что они в сговоре с оппозицией. Это делать просто для того, чтобы, ну, не знаю, как в чем-то обвинять оппозицию. А как вы думаете, нормальный человек, не больной психически? И, да нет, даже не очень, и старше, там, я знаю, 7 лет. Он может такое говорить всерьез? Какие 12 тысяч человек? Конечно, это говорит... Но про властную информационную структуру об этом просто трубили. Потому что это часть политической борьбы. Ладно, если по вашей логике Россия уходит из Южного Кавказа, то что у нас остается здесь? Россия, конечно, останется. Или гегемония российского... Гегемония России ушла. Ушла, уходит. В общем, это процесс, конечно, он продлится еще какое-то время. Но гегемония России в том виде, в котором она существовала, она закончилась. Хорошо. Что в остатке? В остатке мы возвратимся к тому периоду, когда этот регион будет находиться между тремя региональными странами и некоторыми глобальными силами. То есть Иран, Турция, Россия. И которые будут здесь... Вы знаете, очень хорошо мои российские коллеги, они придумали термин. Вот по-английски мне меньше нравится. Асимметрик там это называют, вот эту новую ситуацию, которая... А русские политологи придумывали термин для взаимодействия Турции и России. И не только здесь вообще, они называют это конкурентным сотрудничеством. То есть, когда одновременно они вынудили сотрудничество... Вот примерно то будет теперь... Ничто остается от Армении, вот главный вопрос. В результате вот этого, скажем так, сотрудничества. Зависит от того, каким образом мы будем понимать, что мы в этой ситуации живем и квалифицированы в этой ситуации пытаться... Что говорит власть, говорит, что мы должны напрямую, значит, разговаривать с Турцией, чтобы сделать так, чтобы вот эта опасность турецкая как-то от нас отошла. Это во-первых. Во-вторых, мы должны, значит, подписывать мирный договор. Но почему-то там в Гранаде Пашинян решил подписать заявление без участия Алиева. Вот скажите, пожалуйста, а по мне, то есть, и что, что говорят, Алиев исчерпал, вот, то есть, взял все от западной площадки и сейчас как-то начал ловиловать между российскими и западными площадками. Вопрос в том, что, может, мы все-таки как-то, не знаю, конкретизируемся, что ли, с кем мы будем работать для того, чтобы подписать это чертово мерное соглашение. Власти говорят, что надо сотрудничать с Турцией, то есть, власти поступают так же, как поступали абсолютно все предыдущие власти в Армении. Попытки сотрудничать с Турцией были при Левоне, при Роберте Кучеряне, при Роберте Кучеряне, при Роберте Кучеряне, при Роберте Кучеряне. Не получалось не потому, что армяне этого не хотели, а потому, что было соответствующего типа противодействия. Сначала прямо из Турции, потом из Турции под влиянием азербайджана. В те моменты, когда есть возможность, есть какое-то окно возможности, чтобы в нее внедриться, армяне всегда пытались это делать, по той простой причине, что... Надо разговаривать. Надо разговаривать. Да, сейчас это окно возможности чрезвычайно узкое, если не говорить, что его вообще нет, это форточка, и это очень трудно. Но эта форточка ведет в Азербайджан. Эта форточка ведет в Азербайджан. Я был в Турции последний раз весной, и практически все люди, с которыми я контактировал со своими коллегами, политическими аналитиками, политологами, но и не только. Ну, там вообще это все. В Стамбуле не так, а в Анкаре практически все они имеют отношение к государству. И все они за закрытыми дверьми, когда там вот в частном порядке, они все говорят практически одно и то же. Переговоры с вами, о вас мы будем вести с Азербайджаном. То есть Азербайджан в огромной степени контролирует этот процесс, задает камертон этого процесса. То есть то, что сейчас от нас требуют турки, это не турецкие требования, это азербайджанские требования. Это уже не, скажем, условно не геноцид, а это уже, опять же, скажем, условно Карабах. Так было тогда, да, сейчас Карабах уже нет. Соответственно, и это, в общем, грамотно довольно, если посмотреть с их точки зрения. Это их способ входа на Южный Кавказ, вот того самого входа, путем полной поддержки Азербайджана и так далее. То есть турки говорят так. Что касается мирного договора, то есть мы пытаемся, видимо, будем пытаться, но насколько это получится, это будет зависеть от азербайджанцев. Что касается мирного договора, мирный договор – это же слова такие просто. Под вот этими словами мирный договор могут быть очень разный контент, может быть. Там написаны могут быть очень разные вещи. Имитация, демаркация, вопрос Анклава. Вопрос Анклава, вопрос Коридора, вопрос там, Загезурска в их терминологии, да, вопрос тех территорий, которые находятся сейчас уже оккупированы Азербайджаном. Ну и тогда много чего, да, там много чего может быть. И, кроме того, я думаю, что у Азербайджана есть отдельная специальная цель, не средство, а цель – унижать Армению. То есть не использовать это как средство для того, чтобы добиться чего-то. А просто? А просто это делать, ну что значит просто? Внутри Азербайджана у власти от этого есть прямые дивиденды. Вот эта игра на том, что вот мы победили, и мы теперь крутые. Они очень часто это делают тогда, когда это делать явным образом не нужно. Например, в Степанакерте вчера. Да-да, все, например, в Степанакерте вчера. Вот все это для чего-то делается. Понятно для чего, да, как мне кажется, по крайней мере. Мне понятно, мне кажется. Соответственно, это очень непросто. На этом поле нужно работать. Работать на этом поле без внешней составляющей невозможно. Если представить, что мы с Азербайджаном будем существовать в консервной банке, то при нынешнем соотношении нам тяжело придется в этой консервной банке. Для этого нужны какие-то внешние силы. Этими внешними силами могут быть, как обычно, и Иран, и Россия, и Европа, и Америка. То, что происходит сейчас, это, по крайней мере, в общественных дискурсах, выглядит, на мой взгляд, как бы так, вежливо говорить, слабовато. Мы все время выбор делаем. Мы делаем выбор на площадке или на площадке. Эти лучшие, те плохие, эти хорошие. Мы ругаемся по этому поводу. Мы делаем цивилизационный выбор все время. Мы Европа или мы Азия. Слова, которые почти ничего не означают в этом контексте. Особенно в внешнем мире. Да в любом мире, на самом деле. Давайте посмотрим на нашего соседа. Я возвращаюсь к тому, что вы сказали. Который не делает никакого, азербайджан, я имею в виду, никакого цивилизационного выбора. Цивилизационный выбор он сделал. Он работает со всеми. Он работает с русскими, когда надо, с западом, когда надо, с европейцами. С Турцией и так далее, и так далее. То есть, они пытаются с Израилем, с кем, казалось бы. Я не знаю, есть второе мусульманское государство, которое находится в таких отношениях с Израилем. Нет. Вот эти огни на домах в Баку, которые были после флага Израиля, после того ужаса, который там случился. Это же показатель чего-то. Одновременно мусульманская солидарность, исламская организация и так далее. В общем, вот это их способ позиционировать себя, он таков. Работают так. И не надо думать, что хвалю. Иногда у них это происходит чрезвычайно дубово. Иногда это происходит примитивно. Все эти бесконечные скандалы, все эти тонны икры, соотношение цены и качества иногда ужасающе. У них они тратят чеччур большие усилия для того, что они хотят добиться, я хочу вот это понять. Конечные цели. Нету никакой конечной цели. Аппетит приходит во время еды. То есть, вот ты делаешь что-то, смотришь на реакцию, смотришь, получается, не получается, получаешь чего-то, делаешь следующее и так далее. До ничего того, что они сделали вот совсем недавно, они не могли делать до начала украинской войны. И не делали. Случилась украинская война, они начали прощупывать. А давайте дорогу перенесем раньше срока. Получилось. Ага. А давайте этих экологистов с голубями выставим мертвыми. Выставили. Прошло. А давайте остальные дороги обрежем. Ну и так далее. Они так действуют постоянно. Я думаю, не только мы не знаем их цели, они сами ее еще не знают. Но чем больше они будут нажимать, не получать ответа, получать что-то, очень рационально с их точки зрения, в том числе с точки зрения внутренней политики, будет продолжать это давление. И до чего это может дойти, я не знаю. Погаймаза, Незурсан, Кайдор и так называемый. В Армении заявляют, что это красная линия для нас, что никакого эксцентрального Кайдора не будет. Я хочу понимать, Запад и Россия как две ключевые игроки на Южном Кавказе, то есть то, что говорит Турция, это уже понятно. Они вообще согласны с этим коридором или нет? Россия нужен. Причем нужен так по-серьезному. Не настолько, чтобы Россия там сверхусилия принимала и вводила сюда свои войска. Нет, конечно. И там, я не знаю, усилы давления. Апокалиптические. Но он нужен. Понимаете, ну легко на самом деле объяснить. На сегодняшний день какова ситуация. Западная граница России вся закрыта. Вся. Норвегия, потом Финляндия, член Дату, между прочим, уже потом Балтийские страны. Польша, потому что Белоруссия сама под санкциями, потом Украина. Все. Закрыто экономически, коммуникационно, политически, я не знаю, по-всякому. Китай, Средиазия, это в другой стороне. Соответственно, путь в Европу, он один через Азербайджан. Азербайджан – это серый экспорт. Азербайджан – это экспорт нефтегазопродуктов на Запад. Подозреваю, что далеко не только нефтегазопродуктов, и это тоже из Запада. Через Турцию может идти. В Россию наверняка идёт, умные экономисты говорят, что по цифрам это видно. Я не экономист, но вот так говорят и пишут. Значит, далее Россия в принципе не может отказываться от взаимодействия с Турцией. В принципе. Турция для неё безумно важна. И для Запада, кстати, тоже. И Босфор, и Дарданелли. Да всё вообще. Там просто невозможно. Просто невозможно. И Запад не может. Соответственно, вот этот интерес вот в этом коридоре есть. Как это будет? Каким образом? Сколько нам удастся выстаивать в этой ситуации? Сложный вопрос, потому что выстаивать в ней трудно. Как показывают, уже прошедшее время можно. Но мы терпим всякие проблемы. В связи с этим, ну, есть такое слово в русском языке, да, дожить до получки. Ну, вот надо дожить до получки, потому что эта ситуация изменится. Рано или поздно изменится. Я не знаю, когда закончится украинская война. Я знаю, что она не закончится быстро. Это даже не так важно, какими результатами, сколько закончится или нет. В каком варианте, да, пожалуй. То есть вот эта самая коммуникационная оторванность сохранится или нет. Потом посмотрим, что будет дальше. Что будет в самой Турции, да, там тоже ситуация очень интересная. Что будет в самой России и так далее. Поэтому надо выстоять. Сейчас говорите о долгой перспективе, скажем так. Спасибо вам за вопрос. Это главная проблема сегодня. Главный конфликт для Армении сегодняшнего дня, это даже не конфликт с Азербайджаном или с Турцией, и даже внутри, если говорить. Главный конфликт, это конфликт, извиняюсь, мало того, что я на иностранном языке говорю, я еще и говорю, чересчур сложно. Это конфликт временных парадигм. Все варианты решения проблем, которые есть в Армении, они долгие. Long term это по-английски называется. Долгие то, что нужно делать долго. Риски очень короткие. Официальный Баку может сделать то, что он может сделать через две недели. Нам нужны годы. И вот это противоречие между тем, что нам нужны годы, а риски у нас измеряются днями, это может быть самая серьезная противоречия. Оно означает, что нам надо для того, чтобы дожить до этой самой получки, во-первых, доживать, то есть делать то, что нужно делать, во-вторых, выстраивать некоторые механизмы для того, чтобы сейчас ситуация не менялась. Подушки безопасности. Это сложно. И последний вопрос. Вот все те вызовы, о которых мы сейчас говорим, как вы думаете, вообще наша нынешняя власть или вообще армянская элита, как такова, если она существует, она осознает все те рисы, которые сейчас существуют? Элита существует всегда. Элита это, если говорить не бытовыми терминами, на том языке элита это что-то хорошее. А в обычном элита это верхняя страта какой-то профессиональной общности. Элита может быть у уголовников, я не знаю, у кого. Политическая элита, люди, которые... Люди, которые решают. Они осознают всю глупь вот того, что сейчас происходит? Вот этот long term, о чем мы говорили. Они неоднородные. Среди них есть разные люди. Не все из них этими терминами вообще мыслят. У политиков всегда, особенно у политиков Страла, где бывают выборы, у них бывают каждодневные задачи, которые они должны решать, ограниченные сроками. У них малая легитимность внутренняя, соответственно, им надо об этом думать, о популярности говорить, то, что они говорят там и так далее. Они находятся под грузом каждодневного выхода из проблем, возникающих каждый день. Буквально вот ты едешь в Гранаду, а он не приехал. Вот ты хочешь в Брюссель, а он не хочет. Вот с русскими ты вот так, а русские говорят то-то нам. Ну и так далее. То есть они находятся под гигантским давлением вот этого постоянного, ежеминутного решения проблем, да еще которых не получается решать. они находятся под... также под серьезным давлением, потому что у Армении понижена ресурс, у нас субъектность резко уменьшилась после того, что случилось сначала в 20-м, а потом вот сейчас. То есть вот внутри всей этой вот всего этого безобразия, которое я попытался изучать, очень часто у них нет способностей или возможностей думать длинными категориями. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Спасибо вам. Итак, у нас в гостях был политолог, директор Института Кавказа Александр Искандалян. Редактор субтитров А.Семкин